Новосибирске откроет первое палеотивное отделение для детей. В нем будут оказывать помощь неизлечимо больным пациентам. В неврологическом стационаре детской больницы скорой помощи стартовала масштабная стройка. Екатерина Стывко продолжит тему. Сейчас в будущем отделении интенсивной терапии ремонт. Строители возводят стены и проводят коммуникации. Помещение будет разделено на две части. Там палаты реанимации на три койки, но в случае необходимости их можно будет увеличить до шести. А здесь будет палеотивное отделение для детей. Как рассказали врачи, отделение интенсивной терапии раньше там и было. Но больше десяти лет назад помещение передали на базу другого медучреждения. И неврология осталась без собственной реанимации. Тяжелых детей приходилось перевозить в Мочищенскую больницу. Теперь площадь снова принадлежит детской скорой помощи. Мы считаем, что без него, без этого отделения невозможна эффективная работа всей неврологической службы, которая здесь сосредоточена. Мы здесь были с губернатором. Им было мгновенно принято решение о первоочередном финансировании. И уже в феврале мы увидели те суммы, которые просили. И вот уже три недели, как идет ремонт. На реконструкцию из регионального бюджета выделили больше 20 миллионов рублей. В этой больнице сейчас лежат 40 детей. Диагнозы, ДЦП, эпилепсия, инсульт, последствия некоторых заболеваний оставляют след на всю жизнь. В отделении палеотивной помощи будут три палаты. Пациенты смогут жить в них вместе с родителями. К сожалению, неврологическая патология, она занимает одно из ведущих мест в структуре детской инвалидности. Поэтому есть часть детей, которым требуется улучшение качества жизни. То есть именно палеотивная помощь. На сегодняшний день этих койек, в общем, пока недостаточно в области. Для того, чтобы все-таки дети вовремя могли эту помощь получить, конечно, палеотивные койки, они очень большой роль собирают здесь. Врачи говорят, строительство отделения интенсивной терапии решит еще одну проблему – ранней диагностики заболеваний. Это маленький пациент с достаточно сложной патологией системной, табирозный спироз. Мы видим изменения вещества мозга, подобные очаговые изменения. Другие методы исследования данную патологию не показывают. В данном случае МРТ как бы такой достаточно точный метод. Осенью прошлого года купили аппарат МРТ, но совсем маленькие пациенты должны проходить эту процедуру под наркозом. Без реанимационных коек и профильных специалистов никак. Врачи уже начали закупать в новое отделение оборудование, а к концу лета планируют закончить ремонт и подать документы на лицензирование. Екатерина Стывко, Алексей Баженов, Новости ОТС.